Мы уже кучу раз говорили, что конфликт и неотъемлемая часть нашего видеохостинга. В Экинс Ютуба срачи и половина инфоповодов испарятся. Но если раньше хейт происходил в закрытой блогерской тусовке, то теперь в порядке вещей сраться с представителями шоу-бизнеса. Хованский Инойс, Баста и Немагия, Моргенштерн и Кезару, Гнойный и Соболев. А недавно к этой святой компании присоединилась еще одна парочка Лиска и Фейс. Но у кого же из них больше шансов склонить на свою сторону публику? Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня у нас батл Лиски против Фейса. Я бы ёбнул Лиск, я бы ёбнул Лиск. Пиццемер и пиздобол, хочет на миксфайт? Ладно, ты пролил виски на пол, получил пизды отдам. Раунд один за шквары. Начнем подсчет с минусовок, которые есть у каждого блогера, рэпера и вообще у любого человека. У сегодняшних бойцов их хоть отбавляй, так что скучно не будет. Но как говорится, дамы вперед, поэтому дорогу Фейсу. Батлатый не раз говорил, что он с детства был отбитым на всю голову и на изи ввязывался в любой замес, даже когда ситуация этого не требует. Типа крутой пацан в обиду себя не дает. Ага, базарит он кучеряво. Ты посмотри, с кем он выясняет отношения на кулаках. Недавно Фейс просидел ночь в ментовке за то, что он остучал по куполу малолетки, который якобы был парнем Марьяны Ро. Так мало того, рэпирог отметелил парня по крысе. На почве ревности к Марьине Ро, как у нас были с ней отношения в 2017 году, он подошел, типа, обняться и ударил мне на птицельные удары в затылок. Прикольно всекорябить чувака, который младше тебя на 4 года, да? А еще очень прикольно выщиться на другого бывшего парня твоей телке, который знать тебя не знает. Но ты и грозишься порвать ему лицо. Я порву тебе лицо. Кому? Смотри на меня. Своим бывшим парнем. Смотри на меня. Что у этого типа вообще в башке творится? Он хочет настроить против себя вообще всех? Я не пойму. Наверное, такие же цели преследовала Элиска, когда непонятно зачем поперлась на хайп-кэмп. Ну, как непонятно зачем? Шумиха после дистаната улеглась, а поддерживать интерес к своей персоне как-то надо. Как-то, но точно не так, потому что с самых первых выпусков в лагере хайпа стало ясно, это гнилой проект, где тупо унижают участников. И пускай блогерша порой вписывалась за детей и даже закрывала рот Комкову, будь у нее желание, она бы вообще ушла с этого гадюшника и не портила себе репутацию. Какие, какие сложности? Какие сложности? Ой, мы же чуть не забыли сказать о том, с кем вместе, помимо Комкова, Лиска судила это не до шоу. С Марьяной Ро. Да-да, с той самой Марьяной Ро, которую госпожа Нерис сначала засирала, а потом, безо всяких зазрений совести, записала совместный клип. Интересно, куда же подевался в ней тот жесткий критик, который рассказывал о тупой песне про восковые полоски? Че за тупая херня? Песни про восковые полоски? Наверное, скрылся за кучей бабла. За той же, видимо, самой кучей, ради которой Лиска настрала на свои якобы принципы. Подлизывать Марьяне, ведь ты сукри инвалид. Но продажный клип во славу выборов это полный трындец. По-моему, тут комментировать даже нечего. Худше за шквар, который случался с ютуберами этой весной. Продать жопу кривлю, и Лиска, к сожалению, это сделала. Лиску в президент, Лиску в президент, не надо кандидатов, надо Лиску в президент. Именно поэтому первый раунд даже при всех своих недостатках выигрывает Дрёмин. Лиска, 0 баллов. Фейс, 1 балл. Раунд 2. Поддержка. Несмотря на все адовые зашквары Лиски, большинство ее коллег по цеху, да и рядовые зрители тоже встанут на сторону девушки. Почему? Да потому что Фейс решил по беспределу залупаться на кучу людей с ютуб-тусовки. Ты же наверняка слышал о слитом все стреки, где Иван 10 авторов контента, среди которых была и его соперница в сегодняшнем баттле. Я бы ёбнул Лиск. Я бы ёбнул Лиск. Дрёмин оправдывается, мол, не собирался его выкладывать и вообще запись делалась очень давно. Полный пиздеж. Нам кажется, что словами о том, что запись делалась очень давно, Фейс закопал себя в этой ситуации еще глубже. Если бы Ванька сейчас решил обосрать весь видеохостинг, то это было бы не менее тупо, но хоть как-то объяснимо. Хайп не пахнет, но ведь раньше Фейс, наоборот, был очень плотно связан с блогерами и с той же Лиской в частности. Вот он выступает на Витфесте. А вот на том же мероприятии отбивает Лиски в ладушки. И параллельно с этим, или пускай даже раньше, пишет Дис, но некрасиво, мягко говоря. Вряд ли в такой ситуации кто-то примет сторону рэпера. Разве что ярые хейтеры Лиски. Да и те 300 раз подумают, а не в конец ли охренел Фейс. Так что по части общественной поддержки явное преимущество будет, хотя оно уже есть на стороне Нерид. Лиска 1 балл, Фейс 1 балл, раунд 3, оригинальность. Если вдруг дело дойдет до батла, нет, не на кулаках, как это любит Фейс, а до версус батла. То кто сможет нас удивить, а кто начнет задвигать примитивные телеги? Делаю то, что я хочу, кончил прямо ей пизду, ты сосал мне, если ты касался ее тупо. Лиска повергла всех в шок в хорошем смысле этого слова еще прошлым летом, когда записалась в кружок доморощенных ютуб рэперов, выпустила Диз на АТЭВу и, согласно ее же словам, получила респект от профессиональных исполнителей. Что сказать, отличный старт. Потом был небольшой застой с парочкой не таких успешных работ из-за шкварного клипа с рекламой выборов, но теперь, по ходу дела, Лизон вернулась в большую игру, и у АТЭВа разнес Фейса по всем статьям. Кстати, в нем же и кроется ответ по поводу того, кто более оригинальный среди сегодняшних батлеров. Ха, как тебе вот этот флоу, ха, знаешь, ты бы так не смог, ха, жаль ты и западный клоун. Ты хочешь сказать, что это не так? Дремин явная калька американских рэперков, о чем он говорит вполне открыто и без угрызений совести. Вот эти все гучи гэн, гучи сквады, ну просто лил памп на минималках, чем он может удивить? Разве что работай потом над тем дифферамбом, которое он воспевал Мариани Ро. Но так тут нужна здоровая агрессия, а не сопляжуйство. Короче, в сегодняшнем батле фейс пролетает мимо кассы. Именно так решили подписчики нашего паблика ВКонтакте, подавляющее большинство которых отдали свой голос за Лизу Нерет. Итого имеем результат. Лизка, два балла. Фейс, один балл. Ты с ним согласен или лучший рэпер за последнюю тысячу лет заслуживает того, чтобы опередить блогершу? Как думаешь, будет ли между ними батл или все сойдет на нет и каждый просто откусит свой кусочек хайпа? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые горячие батлы Ютуба. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там регулярно вместе общаемся и проводим подобное голосование.